Доброе утро! У нас там красота. Солнышко так красиво всходит. Правда, окна грязные. Доброе утро, сыночек. Настоящее доброе утро, да? Потому что почему в среду дополнительный выходной? Я не знаю. Но хочется, да? Да, но это в третий день. Да. А сегодня какой? Это понедельник, потом среда, потом... А вторник? Ой, парень. Забыл про вторник? Нет, я просто... Сразу захотел среду, да? Вот она тут, новые ручки. Это... А? А? Я так ночью мечтала об этом пироге. Сейчас мы с Сержу не смеемся, что говорит, что его бабушка... Я ему говорю, вернее, что это киш-лорен открытый пирог. Говорит, что бабушка так любила раньше готовить рыбный пирог. Тоже такой вот какой-то с икрой, даже, ну, со свежей рыбой. И, говорит, если бы она знала, что это киш-лорен, она бы упала. В общем, сейчас буду завтракать кофеёк, пирог. Ой, это вообще моё любимое время. Утро. Я уже позавтракала. Сейчас допиваю кофе и пойду уже приведу себя в порядок. Займёмся какими-нибудь делами. Мальчишки ещё спят. Сержу, нет, я тут вообще всех с утра собирался будить. Я говорю, ты что, каникулы забыл, что ли? Вот, так что сейчас допиваю кофе и пойдём. В тишине я вообще вчера, говорю, мне, мне, что ли, опять придётся вести вот это с утра. Я так не люблю с утра сразу одеваться, сразу куда-то бежать, а потом уже одетой пить кофе. Ну, вот, не знаю, мне хочется прям сразу с постели пить кофе. Это прям кайф какой-то. И сейчас прям убрала телефон, чтобы не с телефоном это делать. Потому что у меня, я прям чувствую, что зависимости от телефона иногда бывают. И это даже иногда очень сложно контролировать. Когда я понимаю, что я даже сама подвисаю в телефоне, что там уже говорить про детей. Поэтому сейчас убрала телефон и прям насладилась этим пирогом на завтрак. Кофе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Игорь Негода. Все, я немножко подкрасилась. И это прям залог хорошего настроения. Но лично у меня на целый день, не знаю, тогда я точно чувствую себя классно. И не лежу как тюлень на диване, а хочется что-то делать. Сейчас вот пойду, как всегда, в общем, сначала завтраку детей. Я там уже позавтракала. И пойду запускать всех своих гаджетов. А потом, не знаю, что, или пыль протрем. В общем, посмотрим по настроению. Хотя дождик начался. На улицу хотела выйти, но попозже, значит. Антоха уже получил уроки и теперь может отдыхать, да? Что? Я не за кого здесь не играю. Здесь эта игра. Здесь у меня... Это UFC, да? На PlayStation. Три. Я здесь не за кого здесь, они сами делаются автоматически. Я уже вымыла пол на кухне, в коридоре, в ванной. Сейчас поставила готовиться борщик будет у нас. Бульон уже готов. Поставлю еще вариться яйца. Будет зеленый борщ, компот. И мама тут всякой зелени уже принесла. Компот сегодня первый раз варю. Здесь у меня, как всегда, все разное. Там вот листики, видите, черной смородины. И решила добавить облепиху. Вот будем пробовать, как будет компот с облепихой. Здесь варится борщик. Бульон был вчера сварен. Добавляю сюда все, сейчас будет закипать. Картошка. В общем, без зажарки сегодня я решила. Сейчас лук осталось добавить. Здесь уже болгарский перец, морковка, картошка, свекла. Еще осталось лук добавить и томат. И будет, кстати, зеленый борщ, потому что щавель мама принесла. Яйца я уже сварила. Все, борщик готов. Все выключила. В общем, как обычный борщ, вместо капусты только добавляю щавель. Ну и яйца, соответственно. А так все. Так же лук, морковка, свекла, картошка. И все. Класс. Сейчас уже скоро будем обедать. И компот сейчас хочу налить. Идею, что графин не треснет. Он вроде бы так чуть подостыл. И потихоньку сейчас налью. Либо даже в кружечке нам сейчас на обед налью, чтобы остыло. Вообще пахнет облепихой. Облепиха, по-моему, блин, тут все даже перебивает. У нас тут уже и солнышко вышло. Я тут лежу, перевариваю. Информацию даже не знала, говорить об этом или нет вообще. Ну, не знаю даже до сих пор. Просто как-то грустно и грустно. В общем, мне как-то девушка заказала пряники. На одну пятницу и потом еще на другую. Потом написала мне, что она отменяет заказ. Ну, это прям уже было две или три недели назад. Что она отменяет заказ. Потому что она заболела коронавирусом. Что у нее... Она там не может дышать без кислорода. Вот. И, получается, на одну пятницу она отменила. А на вторую я ей пишу. Как вы все чувствуете? Там надо, не надо делать. Вот. Но смотрю, по WhatsApp уже видно, когда был человек в WhatsApp. И что она была. Допустим, я там пишу ей, например, в начале недели. Она была только в субботу. То есть, несколько дней уже не была. Вот. И вот сегодня мне пишет девочка. Ее, ну, как бы тоже знакомая. Да. Что она умерла от коронавируса. В общем, как-то вот лежу. Теперь это все осмысливаю. Там, ну, может быть, 40-45 было лет ей. А четверо детей у нее осталось. В общем, как-то, как-то страшно. Просто, знаете, когда весной нас всех закрывали, и мы тут все сидели дома. Хотя и эти все шуточки, что коронавирус только у Льва Лещенко, знаете. Это сейчас уже как-то страшно, когда все это, ну, достаточно близко и рядом. В общем, как-то уже не смешно. Вот. Вот такая вот жизнь, в общем. Так, мы выехали. У нас, кстати, поставили контейнеры. Я не знаю, можно ли их показывать. А то сейчас все начнут сюда мусор сваливать. И посмотрите, какие красивые тучи надвигаются. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, мы уже дома. Как Гришка говорит, контент сняли, погуляли. Вообще прям здорово на природе. Так классно. Сейчас теперь только надо, надо бы это теперь все почистить. Я вообще говорю, рыбалка и грибы. Это вообще как будто бы ты получил удовольствие. Кажется, что круто, что чем больше, тем лучше. Но потом же это все надо переработать. Так что сейчас пойдем чистить грибы. Вообще, чего я иду? Показать вам, что у нас тут зацвело. Сажала же тут фасоль. Вот такая вот фасоль выросла, зацвела красавица фасолька. И вот этот вьюнок, знаете, не знаю даже, как он называется. Вот такой вот голубой красивый. Очень красивый. Здесь еще был розовый, но розовый вот какой-то подвял. Какой-то, короче, его походу немножечко приморозило. А голубой какой-то более стойкий, что ли. В общем, красота. У нас тут на заборе. И розочки тут тоже вовсю цветут. И даже петунья, она так летом, знаете, не цвела, как сейчас. А я тут намыла яблоки камышеватские. И хочу сейчас вот эти вот зелененькие запечь. Хочу сделать зефир. А из вот этих вот красненьких, ну, мы их просто покушаем. А зеленые для зефира. В общем, для начала нужно разрезать на 4 части, вынуть сердцевину и запекать до мягкости. Обычно это полчаса, может быть, 40 минут. Бегут мои мальчишки, уже все, все дома. Ку-ку. Мы снимались, строили. Ну, бабушка, мы собрали раз, и будет легче просто наложить на музыку, кажется. А где там, Афонь, кота? Милову купили. Афоня, я могу. Ну, давайте, заходите. А на чем катались? Ни на чем. Здравствуйте. Что за еда, Афоня? Что за еда? У Тимура было день рождения. Да, так вы ему кричали, караваль? Да. Только караваль. А что еще? Ни на склассе еще, ни одного день рождения. Мама, не пловала. Все, яблоки вот так вот просто отправляю в духовку. А муж попросил у меня просто запеченные яблоки, поэтому сейчас два штучки оставила, запеку их творогом. Пока готовлю ужин. Это куриное филе, которое должно быть наггетсами. Сейчас мы его будем просто есть со спагетти. Сейчас я еще приготовлю, наверное, какой-нибудь соус. Вкусный, в общем, спагетти у нас есть. И перчик. Перчик сейчас просто помоем и порежем. Это грижа слабый. А вот это сейчас будет маме. Вот это нам с мамой. Вот, мам, вот нам, а вот это, ну, ну, это, ну, что это там. Хорошо. Проси теперь папу, чтобы налил нам компот. Пап, наливай. Это тот же, который... Ой, Григорий. Да, это тот же. Нет, не меня. Антошке не понравился с облепихой, да? А мне прям очень понравился. Мне не нравится. Вот наш ужин. Спагетти, сырный соус и куриная грудка. Стоя вам в соусе. А мам, держи, бакачи. Спасибо. Как парочка говорит спасибо. Баба, ты свой. Я тебе рассказала, расскажи девочку. И тетя Вера, она будет сейчас говорить чаще. Да? Пусть мы возьмем домой. До свидания. Бабушка, ну ты меня испугала. Смотрите. Афоня, до свидания. Поехали. Тут уже поставила две кастрюльки. Сейчас буду грибочки делать. В общем, точного прям рецепта я вам сказать не могу. Делаю так, как меня учила башка Галя. В общем, рассол такой, как на грибы... Ой, на огурцы. В общем, такой же, как на огурцы. В кипящую воду потом кладнем грибы. Все это варим 20 минут после закипания. И выключаем. И все это должно остыть в этом рассоле. А потом на завтра доставать все в баночки. Закрывать и ставить в холодильник. В общем, так что сейчас у меня на 1 литр воды 2 столовые ложки соли. 1 столовая ложка сахара. В общем, здесь у меня 3 литра воды. А здесь 4 или даже 5. Блин, я не помню. Но здесь точно 3. А здесь, наверное, 5. Да. Сейчас буду все добавлять и ждать закипания. Так, добавила еще сюда. В каждую кастрюльку укропчик, лавровый лист и перчик горошком. Заложила я уже сюда грибочки. Здесь, вот видите, они прям очень хорошо вариваются. Потому что здесь была прям с горой кастрюлька. Сейчас надо прикрутить немножечко огонь. И вот они 20 минут будут вариться. Ну что, влог заканчиваем пряничками. Вот такие вот красивые сегодня. И чашечку опять с чайничком повторяю. Они будут просто в коробочке в подарок маме. И единорожки. Этих буду завтра рисовать. Этих завтра уже печатать. Все, со всеми прощаюсь. Спокойной ночи всем. Огромное спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Спасибо за лайки, за комментарии. Блин, так прикольно общаться. Когда вот есть время и есть прям отличное настроение с вами общаться. У нас, кстати, муравьишки немножечко умерли, но оживают. Потому что огонька их занес в свою комнату. И мы просто забывали им наливать воды. Вот, в общем, все на сегодня. Завтра будет новый день. Всем здоровья, счастья, ребят. Берегите себя. Люблю вас. Пока.